Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. СОЛЬ ЗЕМЛИ Единственный в России город с итальянским названием может стать центром развития экономического партнерства между Италией и Самарской областью. О перспективах сотрудничества говорили губернатор Николай Меркушкин и чрезвычайный полномочный посол Италии в России Чезаре Рогалини. В Тольятти созданы наилучшие условия для бизнеса, а городообразующее предприятие «АвтоВАЗ» в прошлом – самый успешный российско-итальянский проект. Глава дипломатической миссии Апеннинского государства отметил, что сегодняшний тренд этой страны – перейти от принципа «сделано в Италии» к «сделано вместе с Италией». Новый этап сотрудничества может затронуть самые разные сферы, причем не только в Автограде. В числе приоритетных отраслей губернатор назвал автомобили строения, химическую промышленность, производство лекарственных препаратов, сельское хозяйство и переработку с хелькозпродукцией. А также высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере высшего образования. У нас и в Тольятти, о чем я уже сказал, там есть и технопарк «Шигулевская долина», где занимается уже больше разработками, скажем, коммерциализацией этих разработок. У нас создан здесь в Самаре два индустриальных парка, в Чапаевске тоже, в Преброжанке, да. Поэтому те площадки, которые достаточно, скажем, удобными могли стать для компаний, где почти все готово, можно очень быстро развивать свой бед. Мы всегда верили в то, что изолировать Россию – это ошибка, Россию надо увлекать в решении современного кризиса. И мы очень довольны тем, что очень много европейских стран разделяют наше мнение. Еще минус 18. В Самаре продолжается борьба с незаконными рекламными конструкциями. За несколько дней городские власти полицейские демонтировали и увезли еще почти два десятка нелегальных рекламных счетов. Всего с самарских улиц убрали 160 незаконных конструкций, почти треть из них уже утилизировали. Особое внимание уделяет общественным зонам для прогулок и отдыха. Так в ближайшее время освободят от ненужной рекламы площадку перед Софийским собором на четвертой очереди набережной. Ну там просьба щит этот убрать вообще, в силу того, что он закрывает вид на Софийский собор. Поэтому вот в новой схеме это обязательно нужно учесть. А сейчас постарайтесь договориться, возможно они самостоятельно его демонтируют. У нелегальных торговцев тоже нет шансов выстроить прибыльный бизнес. На этот раз большая проверка коснулась железнодорожного района Самары. Местные власти и представители Общероссийского народного фронта провели совместный рейд, выявляя незаконные ларьки. Такие проверки дают результат. Ведь теперь районные власти имеют право сносить павильоны. Чем мешают жителям так называемые нелегалы, знает Андрей Горгуленко. На этой детской площадке днем пусто и никто не играет. Жители не отпускают своих детей, потому что рядом магазин, где незаконно торгуют алкоголем. А покупатели, недолго думая, распивают горячительное, буквально не отходя от кассы, прямо в песочнице. Здесь садятся и с этой стороны грязь. Шумят, шумят. Ужасный шум стоит. Тут вплоть до драк бывает. Поэтому они нам вообще мешают. Скоро рассадник алкогольных посиделок прекратит свою работу. В ходе совместного рейда общественников и администрации железнодорожного района выяснилось, что договор о аренде у магазина закончился. Владельцу выписали административный штраф, сотрудники полиции конфискуют весь алкоголь. А позже торговую точку и вовсе демонтируют. Такими полномочиями с 1 сентября обладают все районные власти. Администрация издана постановление, разработан порядок действий. И в данный момент производится актирование незаконных объектов и их опубликование на сайте администрации. Что позволяет нам через 2 месяца производить вывоз и демонтаж этих незаконных объектов. Во время таких рейдов особое внимание уделяют точкам, на которые жалуются жители. Часто нарекания вызывают продавцы, которые выкидывают мусор рядом с домами и целый день работают в павильонах без санузла. Также общественники контролируют исполнение решения о сносе незаконных объектов. Сейчас жители обратились и мы хотим инвестировать по всей территории городского округа Самары такие рейды с администрацией внутрикорадских районов. Непосредственно полномочия по составлению протоколов у отдела потребительского рынка рассматриваются, а не будут их на административной комиссии. Потому что в Общероссийском народном фронте нет полномочий по привлечению должностных лиц к ответственности. Мы можем проконтролировать данный процесс. За первую половину сентября в железнодорожном районе составили 50 протоколов в отношении владельцев незаконных ларьков. И еще около 30 ждут своей очереди. 14 нелегальных торговых точек демонтированы. Андрей Грегуленко, Константин Головин. События. История ссылки Иосифа Бродского и путешествий адмирала Путятина. В Самаре стартовал 10-й фестиваль документального кино «Соль земли». Именитые начинающие режиссеры подали свыше 200 заявок на участие. Но в программу показа вошли только 50 лучших фильмов. Всех любителей документальной ленты ждут в кинотеатре художественной. Чем будут удивлять организаторов фестиваля, знает Алина Чемерес. В ожидании открытия фестиваля «Соль земли» в арт-фойе кинотеатра художественной «Аншлаг». Посмотреть документальные фильмы, снятые как мастерами, так и начинающими режиссерами, самарцы приходят уже 10-й год подряд. Кинодокументалисты гордятся. Этот жанр зародился в России. И первый «Оскар» был вручен именно за документальное кино, снятое в СССР. Фильмы, основанные на реальных событиях, называют летописью и одновременно искусством. Когда ты начинаешь погружаться в документалистику, так же, как в игровое кино, ты не замечаешь этого. И герой картины, он становится больше, чем артист, хотя он может быть дирижером или инженером. Ты следишь за ним, ты соучаствуешь, ты плачешь вместе с ним. Это необходимо смеяться и плакать, это и есть искусство. Полсотни фильмов, семь из которых сняты самарскими режиссерами, Они претендуют на пять номинаций. На фестивале покажут фильмы о северной ссылке Иосифа Бродского, жителях деревень на берегу Белого моря, обратятся и к истории. Зрители увидят ленту о дипломатической миссии в Японию адмирала Путятина. Фестиваль «Соль земли» на протяжении 10 лет поддерживают городская администрация и почетные граждане Самары и области. По их инициативе совместно с городскими властями в каждой школе появилась своя медиатека. Я думаю, что те люди, которые занимаются культурой профессионально, наверное, согласятся со мной, что мы стали аноним из центров документального кинематографа наряду с такими серьезными и крупными городами, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Для нас это тоже большая, конечно же, честь. Конечно, очень приятно всегда, что именно Самарская область, здесь, на берегах реки Волги, принимает уникальный фестиваль, который призван сохранить традиции русской культуры, русской духовности и донести эти традиции до самого широкого зрителя. На фестивале пройдут и творческие встречи с именитыми актерами и режиссерами страны. После торжественного открытия на сцену вышел народный артист России Дмитрий Назаров. Я пытаюсь немножко вас разглядеть, понять, кто уже со мной, кого сюда насильно жена привела, посмотреть на повара из кухни. Да. Ваш аплодисмент – это мой бензин. Я сразу начинаю просыпаться, забывать про бессонт. Документальное кино в Самаре будут показывать два дня. В кинотеатре художественной ждут всех желающих. Торжественное закрытие фестиваля пройдет в четверг в Театре оперы и балета. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Теперь коротко о других темах дня. Первый случай отравления грибами в Самарской области. В понедельник вечером срочная медицинская помощь понадобилась семье, проживающей в одном из домов на улице Куйбышева. Двум девочкам семьи и двух лет и их 39-летней матери медики оказали первую помощь на месте, а затем доставили всех троих в стационар. Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что отравление могут вызвать даже съедобные грибы, если их долго держали в тепле, особенно при хранении в полиэтиленовых пакетах. При первых признаках отравления грибами, а это боль в животе, тошнота, рвота, головные боли, нужно выпить шесть стаканов кипяченой воды и вызвать скорую. ДТП с переворотом произошло в Самаре на пересечении улиц Молдогвардейская и Полевая. Столкнулись три автомобиля – Митсубиси, Шевроле и Лада Калина, которая от удара перевернулась на крышу. Как сообщает очевидца в соцсетях, в результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Величина прожиточного минимума пенсионера в 2018 году увеличится. Такое решение принял областной кабинет министров на очередном заседании под председательством первого вице-губернатора Александра Нефедова. Проект регионального закона разработан для определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, у которых размер пенсии с учетом денежных выплат меньше величины прожиточного минимума. В следующем году минимальная пенсия составит 8413 рублей. Это выше, чем в текущем году почти на 3%. Дополнительный рейс в Рождествено начнет работать с сегодняшнего дня. На правый берег Волги от Октябрьского спуска судно отправится в 19 часов. Ранее были отменены скоростные маршруты Самара-Ширяева, Самара-Сызрань и Тольятти-Сызрань. Кроме того, осеннее расписание предусматривает сокращение числа рейсов по популярным маршрутам. Так решены и трамваи с Осипенко до Зеленой Рощи будут выходить ежедневно от Зеленой Рощи в 6.45 и через 15 минут будут уже в городе. На один выходной больше будет у Ресиан в следующем году. Такое решение приняла российская трехсторонняя комиссия. Новогодние праздники начнутся на день раньше, с 30 декабря 2017 года. Продолжатся по 8 января и составят 10 дней. В честь Днезащитника Отечества россияне отдохнут с 23 по 25 февраля. На 8 марта ожидаются четырехдневные выходные с 8 по 11 марта. Майские праздники продолжатся с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. Два выходных будет в июне с 10 по 12 число. Три дня можно будет отдохнуть с 3 по 5 ноября. Поезд детства прибывает на перрон в Самарскую область. На отдых приехали дети из Луганска. В санатории под Новокубышском ребята проведут почти месяц. Их ждут интересные экскурсии и лечебные процедуры. Эмоции детей увидел Андрей Горгуленко. Адлер Самара прибывает на третий путь. На этом поезде приехали особые пассажиры – 50 детей из Луганска. Ребята разного возраста – от 7 до 16 лет. Среди них и спортивные команды, и творческие коллективы. Все они объединены одним ожиданием – отдыха, который будет наполнен яркими эмоциями. Мы ожидаем то, что будет очень весело, то, что мы проведем хорошо время, отдохнем. Просто наберемся сил и поедем обратно домой. И останутся очень хорошие впечатления. Дети есть дети, они ни в чем не виноваты. Мы так рады и счастливы, что смогли. Большое спасибо вам, огромное благодарность. Такую возможность отдохнуть и детям развеяться. Вы знаете, чтобы они почувствовали себя как в безопасности. И это забота для них, это очень много. Встречать детей из Луганской народной республики в Самаре стало доброй традицией. Уже третий год подряд для них организуют отдых при поддержке губернатора. Ребята ожидают очень хорошая, насыщенная, культурная, образовательная программа. И, что немаловажно, еще будут оказаны медицинские услуги. Потому что все-таки мы надеемся, что большинство ребят уедут значительно здоровее от нас и в повышенном хорошем настроении. Ребята уверены – за 24 дня на Самарской земле они получат море эмоций и впечатлений. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Оренбурге вручены награды победителям «Зарницы» по Волжье 2017. Команда Самарской области заняла 11 место. Состязания, для участия в которых прибыло 200 лучших юных спортсменов из 14 регионов Приворского федерального округа, прошли по знаком двойного юбилея. Пятилетие этого проекта в ПФО и пятидесятилетие всесоюзной «Зарницы». Это самый тяжелый конкурс был для всех. Там просто ты должен пробежать и не уставай ничего, все сделать, все проползти. Самое сложное было. Когда после бега ты там бежишь почти километр, наверное, общий. Еще ты должен ползти эти 50 метров. Переходящее знамя «Зарницы» по Волжье было передано победителям – команде Чувашской республики. Участников финала от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приворском федеральном округе Михаила Бабича поздравил Игорь Панчин. Он отметил, что массовая военно-патриотическая игра «Зарницы» по Волжье занимает особое место в ряду общественно значимых проектах, реализуемых на территории ПФО. Участники вступили в ряды всероссийского движения «Юна армия», перед которыми поставлена задача Возвратить традиции военно-патриотического воспитания молодежи, не допустить искажения истории, сохранить вековые традиции, моральные ценности и преемственность поколений. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Асфальт на площади Куйбышева к испытаниям бронетехникой готов. Власти и общественники убедились, к параду памяти ремонт будет закончен. Трамваи исполненных желаний. Трехсекционные машины в Самаре сдали свой первый экзамен. Какую отметку им поставили? Большая победа в мини-гольфе. Первое место среди журналистов заняла команда «Самары ГИС». На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!